Вместо гаджетов на перемене – гигантские шахматы. Ученики 55-й школы имени Кичигиных между уроками сражаются в древнюю индийскую игру только в увеличенном формате. Фигуры из фанеры мальчишки сами сделали на уроках труда. Поле нарисовали девчонки в рамках уроков ИЗО. Напольные шахматы появились в школе в начале этого года по инициативе самих учащихся. В Москве мы участвовали в российском конкурсе. Одним из этапов было, что ребятам столкнулись с игрой в шахматы. Они играли на больших гигантских шахматах, но их помогали, маленькие дети им помогали играть в этой шахматы, помощники шахматного клуба московского. И ребята загорелись, они сказали, что это очень интересно и захотели в школе иметь большие шахматы. Руководитель детского объединения Евгения Измайлова после поездки в столицу поддержала ребят и организовала школьный клуб. А летом отправилась на молодежный форум «Ритм» защищать проект «Шахматы в моде всегда» с надеждой выиграть грант на дальнейшее развитие. Проект я писала изначально в школе. В чем-то мне помогали дети. Они видят это со своей стороны, по-своему. Ну а после я это все оформляла в нужный формат и на «Ритме» я его немножко дорабатывала благодаря специалистам. Экспертная комиссия молодежного форума поддержала проект. Грант в размере 72 тысяч рублей Евгения потратит на шахматный инвентарь. Планируем закупить шахматы, маленькие обычные настольные шахматы, часы к шахматам, чтобы была возможность играть в шахматной партии, футболки, чтобы ребята могли отличаться на различных турнирах, ну и в дальнейшем. Методическую литературу мы закупать будем в одном экземпляре всего. И у нас есть своя в школе типография. Мы будем тиражировать ее для детей, распечатывать рабочие тетради, блокноты, книжки. И будет у нас закуплена демонстрационная большая доска магнитная, чтобы учитель мог показывать детям, ну как нужно правильно передвигать фигуру. С начала учебного года в клубе занимаются 60 детей в трех возрастных группах. Обучение проводит учитель физкультуры Сергей Чагадайкин. Под его руководством ребята решают стратегические задачи, развивают внимание и логику. Педагоги отмечают, игра в шахматы положительно влияет на успеваемость по предметам. Я этим очень горжусь, потому что мы такие в городе, я знаю точно, в городских школах ни в одной нет больших шахмат, тем более изготовленных своими руками. Ну и дети очень гордятся. В планах у победительницы форума «Ритм» проведение в будущем учебном году открытых турниров для школьников, увлекающихся игрой в шахматы.